Приветствую вас. У курения и у никотиновой зависимости есть четко, достаточно различающаяся психологическая и физиологическая медицинская сторона. И важно достаточно четко отделять психологическую сторону от физиологической стороны, потому что вещи достаточно разные, хотя и часто, гораздо чаще, чем хотелось бы люди, и их смешивать. По поводу того, чем заменять сигареты и как справляться с аппетитом, именно на физиологическом уровне, я думаю, вам лучше расскажут врачи, а мы же психологи со своей стороны разберем именно эту сферу. Итак, начнем мы с вами, пожалуй, вот с чего. У вашего желания бросить курить должен быть ведущий мотив. Ведущий мотив, если он есть, должен быть подкреплен именно смыслом, вашим личностным смыслом. Для чего мне бросать курить? Что я получу, если брошу курить? Сейчас вы говорите, что если я брошу курить, мне будет скучно, я не буду знать, чем себя занять. То есть, мотива бросать курить у вас нет. По крайней мере, вы знаете, что вам будет негативно, вам будет скучно. Это проблема. Поэтому первое, на что нужно обратить внимание, это на ваш ведущий мотив бросания курить. Следующий момент, это то, как вы курить начинали. Почему вам это понравилось? Как вы вошли в привычку? Какие были отношения ваши в тот момент, например, с родителями? С вашими родителями, с вашими друзьями, с самой собой и так далее. Сигареты по общему правилу, равно как и повышенный аппетит, вот, связаны с несколькими весьма важными психологическими процессами в жизни человека. И с весьма серьезными внутренними конфликтами. В частности, негативная зависимость или вот такой вот табакокурение, это ранное поведение, за которым стоит потребность в любви. Здесь можно говорить, что вынуждается в любви. С другой стороны, это может быть уход в дым, растворение, бегство от расщепления. Возможно, когда родители ссорятся, конфликтуют и, таким образом, ребенок оказывается весьма затруднительным для себя поведением. Может быть, ситуация несколько более сложная, когда сигареты используются для некоторой сексуализации. То есть, такой механизм защиты психологический, призванный защитить человека, ну, как правило, женщину, реже мужчину, от интимных контактов. То есть, здесь страх близости, страх сближения, в том числе интимного. Пищевое поведение, а именно, значит, аппетит. Если мы не берем в расчет, ну, вот, физиологические основания, да, к корреляции с никотином и процессами никотиновыми в организме, то это тоже потребность в любви, это желание защититься, то есть, это вот ненадежность ваших психологических границ, личных границ, размытость личного пространства. Ну, соответственно, иногда это такое же желание отгородиться от контактов. Но, в связи с тем, что вы упомянули скуку о том, что вам нечего будет делать, и, в связи с тем, что вы сказали, что хочется есть набитый желудок, я полагаю, что здесь имеет место быть определенная внутренняя пустота. Скука представляет из себя следствие оторванности от собственных чувств, от собственных желаний. Значит, иногда это одно из проявлений депрессивного состояния, личностного кризиса, когда человек теряет смысл жизни, не очень понимает куда им идти и так далее. В этом случае все используется для того, чтобы заполнить определенную пустоту. Пустота может быть, конечно, как приобретенной, так и такой фоновой, то есть, идущей с детства, но вне зависимости от этого, ваша скука – это серьезная психологическая проблема. Соответственно, с ней, со скукой, и нужно бороться. Я бы не сказал, ну не бороться даже, а работать. Работать неправильно сказал, бороться с ничем не нужным. Строго говоря, вам сейчас бросать курить не нужно. Вот именно сейчас, строго говоря, пытаться бросать курить не нужно. Я, если честно, не вижу сейчас для вас возможности это сделать. У вас нет мотива, вы не понимаете зачем это. Для вас это только негативно. Вы себе ничего не готовы дать взамен. Потому что вы хотите и бросить курить, и не кушать. Ну, в принципе, это понятно, вы не хотите толстеть. То есть, вы по факту только лично себя лишаете. Получается такая вот сатисфакция. Мне кажется, это не очень хорошая идея, поэтому я выскажу, наверное, не самое популярное, ну как бы, мнение. Но вам сейчас бросать курить не имеет смысла вообще никакого. Вот, куда важнее сейчас вам заняться с психологом, поработать, решить какие-то внутренние конфликты, проблемы, поработать с чувствами, чтобы не было скуки. Сделать так, чтобы параллельно, вот именно параллельно, вместе с сигаретами, вместе с чем-то привычным, у вас появилось что-то еще, на что бы вы могли опереться. Пусть это будет любимое дело, пусть это будет хобби, творчество, увлечение, какая-то идея, цель, стремление, вот. И вам будет легче отказаться от сигарет в таком случае. Легче от сигарет будет отказаться и в случае, если ваша потребность в любви и соответственно подкрепление орального поведения сойдет на нет. В этом случае тоже будет достаточно легче, будет легче, будет легче вам. Вот, вот точно могу сказать. Кроме того, бросить курить раз и навсегда, как вы говорите, ну мягко говоря, сложно. Потому что любой курильщик 100% хотя бы на время возвращается к сигаретам в любой такой вот достаточно критической ситуации, в любой стрессовой ситуации, то что он может сорваться. В общем, ничего страшного нет, это абсолютно нормально. Другое дело, еще раз повторюсь, задача не бросить курить полностью раз и навсегда, как вы говорите, это возродно такая вот идея фикс, на мой взгляд, которая может только демотивировать и деморализовать вас. А гораздо более важно уменьшить потребление сигарет, да, уменьшить потребление никотина и прочих вредных веществ. Для этого, собственно, нужно, чтобы вам, именно вам было не скучно. Чтобы вам было, чтобы сигареты не были чем-то, что отвлекает вас от скуки. Такая вот история. Поэтому относитесь, пожалуйста, к самой себе и к своему телу, к своей психике гуманно, деликатно. Вот. И не требуйте от себя слишком многого. Резкое решение предполагают резкие последствия. Резкие последствия всегда болезненные. К сожалению или к счастью. Но болезненные. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.